Люблю отчизну я, но странную я любовью. Не победит ее рассудок мой. Проведение литературных гостиных стало в Дмитровском институте непрерывного образования доброй традицией. Вечер, посвященный великому русскому поэту Михаилу Лермонтову, стал третьим по счету. В этом году исполнилось 205 лет со дня рождения писателя. В нашей стране, наверное, нет человека, которому было бы незнакомо творчество Лермонтова. Произведения классика изучают в рамках учебных программ, но очень многое остается за кадром. Расширить свой кругозор, познакомиться с новыми произведениями поэта, послушать звучание лермонтовских стихов на иностранном языке и позволяют литературные вечера. В этот день ребята читали стихи на английском, исполняли романсы. Слышали голос твои, злунки и восхавы. Сердце, как птичка, в клетке запрыгает. И вижу, ль глаза твои лазурью глубокие, Душа навстречу им. Это входит в план работы нашего учебного заведения. Раз в год проводим литературную гостиную в таком формате. Как сами говорят, студенты им очень нравятся. Поэтому они и спрашивают, у нас тоже задают им такие вопросы, можно ли это делать чаще. Но пока это только раз в год. Вместе с преподавателями английского языка в работе над литературным вечером самое активное участие приняла преподаватель русского языка и литературы Светлана Кручкова, которая организовала всех студентов. В качестве ведущих выступили студенты третьего курса Денисия Довга и Роман Мишуков. Главными же участниками и зрителями мероприятия стали студенты-первокурсники. Тяжело, это всегда мероприятие готовится, так как мы это проводим уже третий год, все шишки уже набиты, и мы вот уже участвуем на ошибках. Сегодня прошло мероприятие просто превосходно. У нас все делали студенты, каждый отвечал за свою задачу. Я, допустим, делала презентацию, была ведущая, девочка со второго курса писала сценарий, еще люди оформляли стенд, и вот так вот все вместе мы сделали это мероприятие собственными силами. Это обогащение знаний первокурсников, второкурсников и других курсов о великом писателе Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Некоторые исторические знания и стихи я не знала, и мне было очень интересно выслушать людей, они старались, многое узнала, также выслушала английские стихотворения. Для меня это было очень необычно и красиво, потому что я не знала, как звучит это в английском. Это пополнило мои коллекционные знания. Оформление декораций к литературному вечеру заслуга первокурсницы Ирины Кулаковой. Буквально все, от задумки до ее воплощения в жизнь, придумала и создала девушка, имеющая опыт участия в самодеятельном театре. Михаил Юрьевич Лермонтов, он был военным, и сразу какой-то цвет вспоминается красный. И во время такого романтизма, он поэт, и он писал очень красиво, душу раскрывал, и хотелось что-то воздушное. Тем не менее, что он военный, хотелось указать, что у него такая душа романтическая. И поэтому есть такие волны белые. И то, что он, конечно, поэт, перо, все это хотелось выразить. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать. А годы проходят, все лучшие годы. Мы пьем из чаши бытия, с закрытыми очами, злоты, обочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз поляску упадает, и все, что обочищало нас, завязки исчезают. Несмотря на короткую жизнь, 27 лет, которая обровалась на дуэли, Лермонтов оставил после себя большое творческое наследие, основу которого составляют литературные произведения, а также картины, акварели и рисунки. Имя Лермонтова носят улицы во многих российских городах, а также ряд театров и музеев. Памятники поэту установлены в разных городах России. Творчеством Михаила Юрьевича интересовались многие композиторы. На его стихи написаны романцы. АПЛОДИСМЕНТЫ